Ракха строит, Ракха рубит, Ракха молодец, да? Всем здарова, ребятки, меня зовут Павел, и это вторая серия прохождения Stranded Alien Dome на безумном уровне сложности. В первой серии мы наконец-то обрели свой какой-никакой первый домик. Сейчас мы обнесем его заборчиком на всякий случай, потому что сейчас день пятый, первое нападение было в четвертом дне. Логично было бы предположить, что следующее будет в восьмом, а поскольку это у нас безумный уровень сложности, еще и новый сложный регион, предполагать, что следующее нападение будет тяжелым, вполне себе здраво. Что у нас тут есть и чем занять наших поселенцев? Я думаю, что потихонечку стоит выдыхать, потому что оружие мы теперь знаем как делать, уже начали его производство. С едой у нас пока что более-менее все в порядке, по крайней мере на ближайшие пару дней точно хватит. С медикаментами беда. Да, с медикаментами нехорошо получилось. Давайте-ка вот так мы сделаем. Сейчас вот еще один этап разборки Кен у нас осуществит. И-и-и-и-и-и, что нам нужно для забора? Дерево нам нужно для забора. Или палки. Но я думаю, деревянный лучше. Прочность у них у деревянного лучше, у каменного прям вообще хорошо. Ну тогда нам нужно вот это дерево. Двадцать одной пальмы, я думаю, хватит. И-и-и-и-и-и, исследования. Отложим их пока. Действия. Приоритеты надо выставить. В первой серии не выставил. Пам-пам-пам-пам-пам. Ремесло на двоечку. Катина будет основным фермером пока что. Вот как-то так оставим. Я думаю, да. Рубку пока что сделаем всем. Да. Кто свободен, сейчас пойдет рубить пальмы. Сильная жара у нас до сих пор. Новый ресурс мясной суп. Разнообразие пищи потихоньку появляется. И надо отметить сразу, я думаю, да. Что у нас тут в наличии ноль луки. О, плюс еще к провизии. Это хорошо. Отмена. Все, не разбирай. Иди за деревом. Что мы еще из обороны можем? Капканы сделать? Хотя бы чуть-чуть, да? Ну, такое себе. Такое. Пока что, мне кажется, не надо нам это. Ракха-бинты. И ракха-копья. А на копья у нас и не хватает. Что копья стоит 10. Максимум 3 копья мы можем сделать. Да и пускай. Пускай будет 3 копья. Но луки приоритетная задача. А для луков нам еще и ткань нужна, да? Ну-ка. Конец свет. Собрать урожай здесь. И вот тут собрать урожай. Идем плавненько. Идем. К победе, да? Вот где бы нам сделать. С двух сторон. Логично, да? Чтобы можно было и туда уходить. И к воде. Забор. Деревянный. Отступаем где-то клетки 3, чтобы было. Вот так. Вот так. Вот так. Раз, два, три. Да. Вот так. И вот так. Ну, пока что в пределах нормы. А сколько нам на это дерево-то надо? 60 стройплощадок. На каждое по два. Да, вписываемся, кстати, тютелька в тютельку. А что там? Дверь. Ну и дверь 4. Вот здесь одну. И... Пом-пом-пом. Да, вот здесь где-нибудь. И поставим в действиях с тройку на тройку. Вот сюда кену. Пускай потихонечку строит. Блин. Ракка отвлекается от крафта оружия. Это не есть хорошо. Вот так вот мы раки вообще уберем. Тройку забора. Пускай продолжает крафтить бинты. И оружие. По еде пока держимся. Медикаменты. Держимся пока что. Нужно закончить забор. Подождать пока ракка доделает луки. Еще три штуки нам нужно. Как бы нам их... Да, они в приоритете. И вы знаете что? Мы можем все профукать. Если мы не исследуем антибиотики. Чем раньше мы поставим их на ферментацию, тем раньше мы их получим. И тем раньше ракка сделает первые аптечки, первой помощи. Бинты хороши для укусов, но если укус будет сопровождаться заражением, нам уже понадобится аптечка первой помощи. Вот она выглядит так, как вот здесь изображена. А вот эта вот маленькая желтая фигнюшка, похожая на бальзам-звездочку. Это обычный лечебный бальзам, который, к сожалению, в предыдущих патчах был не особо полезен. Эмилин пыталась поднять настроение раки, но у нее ничего не получилось, потому что рак у нас старый ворчун. У него особенная черта. Постоянно уменьшено счастье. Кен достраивает заборы потихоньку. Что-то там котина рубит, но у нас же в достатке дерево. Зачем нам еще дерево? Для луков и для копий, да. А потом они все это дело перенесут. О, ракха у нас сделал 20 бинтов. Котина улучшила физподготовку хорошо. И уже первый лук на крафте. Ну, первый в этой серии. Но, тем не менее. Нам бы, нам бы, нам бы. Пистолет какой-нибудь. Дробовичок хотя бы. Блин, Кен, ты вот не достроил самую малость. Да, безумный уровень сложности порой заставляет подумать. И неспешная медитативная игра превращается периодически в головную боль, блин. Если я все правильно понял, нападение будет на восьмой день. А у нас до сих пор один лук. Поэтому, ракха, я надеюсь, что у тебя все хорошо. Давай, доедай. И изготавливай еще луки. Как можно, блин, быстрее. Иначе мы все профукаем, что есть. А Кен, давай достраивай фортификации наши первые. И вот эти в том числе. Достроил. И вот это тоже. Небольшая защита у нас теперь есть. Еще один лук, да? Прямо сейчас. Ракха. Изготавливай следующий лук, потому что Кен... А куда он пошел? Управлять настенным факелом? Не надо. Иди снаряжай лук короткий. Ткани у нас достаточно. Почти 40 единиц. Бинты имеются. Держимся, держимся. Пока держимся. Факелы вот это все. Слишком большой расход веток этих палок на эти факела. 256 дерева. Вы прям сюда принесли? Потому что тут всего 56. А, не все перенесли. Ну и ладно. Ракха улучшает ремесло. О, хорошечно, хорошечно, еще быстрее. Теперь крафтит. Надо бы побольше ему крафта вручать. Хотя можно было бы и Кена сделать основным крафтером, если честно. Потому что Ракха в основном в стройке хорош. И уже во вторую очередь в крафте. Эмилин, что-то у нас легла. Нифига у тебя отдых, 40. Давай, лук снаряжай. Нормально так. У нас внутри хватает пики. Нет исследований. В очереди. В очереди и исследовано производство антибиотиков. Замечтательно. Одна бочка стоит 25. Раз, два, три. Три бочки, 75 дерева. А чем их наполнять-то, если у нас зерна всего 122 единички? Это очень и очень мало. Рассеивать до восьмого дня внимание на что-то, кроме оружия и фортификаций? Ну, такое себе, прямо скажем, да? Хотя у нас, в принципе, и на второй ряд защиты хватает. Да, почему бы и нет? Надо поискать только. Что-то мрак начал что-нибудь делать. Кушает. Ой, оно все еще по-разному выглядит, да? Мясной суп такой. Красный, как борщ. Рисовая каша. Белая, как геркулесовая, да? Низкий запас еды. Ну, я надеюсь, если в восьмой день будет нападение, у нас и мяско вот это вот появится, зеленые вот эти клешни невнятные. Ракха, быстрая еда, понятно. Изготовить короткий лук. Ты что тут начал делать? Ничего. Давай, еще один лук. Эмилин. Отдыхает, ничего не делает. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Обидненько, что здесь рядом нигде этой травы нету. А вот исследовать что-то вроде... Грибов уже поздновато. Если нападение в восьмой день. Хотя я вообще не уверен. Так. Где вообще? Нету травы, короче, этой зерновой. Высаживать ее теперь нужно. Это плохо. Это очень и очень плохо. Короче, для первых антибиотиков. Я просто хотел красивенько, знаете, так сделать хорошо. Чтобы у нас первый дом вот здесь вот где-то был. Первые грядочки где-то в этой зоне. Так, а в принципе, можно так и сделать. Если мы первый дом... Какой хороший... План. Замечательный. Вот здесь и здесь первый дом вот в этом закутке сделать. то можно от... Короче, вот поставить вот так вот забор. Большой-большой. И вход сделать по центру, да? Хотя фигня, идея какая-то получается. Слишком все громоздко, некрасиво, парахицки. Не хочу. Эмилин. Эмилин, Эмилин. Что поделать? Давай вот здесь вот первый урожай свой разместим. Не-не-не-не-не. Вот так вот мы его сделаем. Зерновая трава. Здесь 90, а здесь уже 50%. Построим вот так. Вот так. Вот так. Да. Теперь возьмем здесь... И увеличим поле. Вот как-то так. Сюда. И вот на эти 4 клеточки. Здесь еще сверху вот так. И вот здесь так. Можно еще на 3 вот сюда. А здесь уже такое себе. Но ничего, этого вполне себе хватит. Поэтому, Эмилин, иди сажай. Ракха. Еще один лук, что ли, сделал? Или он только берет для него ресурсы? А-а-а. Катина и Кен. Вы на отдыхе у нас, да? Это, конечно, хорошо. Песчаная буря. Что делает песчаная буря? Солнечные панели работают с половинной эффективностью. Передвижение, эффективность работы снижается, если выживший находится на улице. Ну ладно, я понял. Хорошо. Бродильная бочка раз. Бродильная бочка два. А ты куда пошла? У нас до сих пор где-то здесь валяется сено. А-а-а. Ну ясно. Ну переносите потихоньку, че. Мои навыки улучшаются. Замечательно, Ракха. Я очень рад за тебя. А тем временем, Эмилин уже наполовину высадила, да? Только как-то она странным образом вообще это устроит. Так, Ракха изготовил лук. Где-то есть. И сейчас он будет делать пику, но он почему-то взял и бросил ресурсы и просто спать пошел. Хорош, хорош. Эмилин, отдых 32%. Как вы так застраиваете все через одно интересное место? Что за алгоритм у вас такой? 1800. Здоровье 100%, почва 90%. Ну ладно, почва, понятно. Вот она где? Вот тут, судя по тому, что вот тут вот выросла, она и не все посадила. Какими-то... Кусками, блин, лохмотями непонятными. Ну? Че происходит? Все на отдыхе, на расслабоне, на чиле, да? Блин, восьмой день начался. Четвертый час. Утра. А у вас как вообще с отдыхом? Давайте-ка на всякий случай ложитесь-ка все нафиг отдыхать. Я не помню, в какой час конкретно нападение было в четвертый день. Но будет гораздо лучше, если мы немножко подготовимся хотя бы к полудню, выспимся, чтобы никто из них во время боя в отключку не упал из-за недостатка отдыха. 50% за глаза, мне кажется. Хотя, чем больше, тем лучше. А че, я не построил этот... Давайте мишеньку вот здесь вот разместим. Вот так. Рака 54%. Давай, строй. Быстро справишься, я думаю. Мишень... Такое простое сооружение. Ничего в нем сложного нет. Теперь у нас есть еще одна активность. И че ты пошел делать? Ааа. Копье. Ух, ребята, ну как-то уже 11 часа без агрессив... Ааа. Ага. Да, понятно. Агрессивные животные. Ну и че? А где они есть-то? О! О, чего? Сколько их? 55! 50, блин, 5? Это второе нападение, их 55. В 10... Больше, чем в 10 раз больше, чем этих моих лунцы-пупов. Которые через одно место вооружены, даже без ближнего боя. А у парочки из них вообще... Где тут навык боя на нуле, да? Да. 55. Так, и че мы сделаем? План барабан, я думаю, мы сделаем. Бой принимать придется в любом случае. Так. Мы сначала сохранимся. Так. После сохранения... Ракха, пускай, продолжает делать... Копья. Вот этих ребят мы поднимем. У них че по еде? Сытость нормальная. Короче, мы их всех призываем. Призываем их и ведем куда-то... В эту сторону. Далее. Размещаем котину подальше. Эмилин подальше. А Кеном будем... Потихонечку заманивать этих тараканов, короче. Ваншот сделал. Но че-то их слишком много... Сразу нападает, короче. Девчонки, вы бегите в первую очередь вот сюда. Кен. Кен вручную потихонечку побежит. Ой, так они отходят, да? Ну-ка, ты ж перезарядился. Не понял. А, они от своего места спауна далеко не отходят, да? Куда ты пошел? Стреляй. Да е-мое, Кен, ты че делаешь? Ближнего боя нет. Рак, а ты че? Ты че спать лег? Серьезно? Доделывай, блин, копье. Кен, че ты делаешь? Стреляй сюда, Катина. Стреляй сюда. Блин, для меня сейчас укусы с заражением капец как страшны. Вообще бы не хотелось. Эмилин, помоги Катине. Ну, давай, 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 давай. Стреляй сюда. Хотя, че у него тут два таракана нападает, да? Эмилин, давай еще вот сюда как-нибудь. Катин, помогай Эмилин. Ну? Да, этот сейчас сам истечет. Короче, девчонки. Ну, выстрел. Ага, отлично. Девчонки, идите сюда. Кен? Давай сюда. Одного кого-нибудь, можно парочку. Пять. Да, в итоге. Че с оповещениями? Блин, сколько их? Я там читал, что они исправили количество нападаемых животных в волне. Так они не количество исправили, они просто убрали оповещение. Сколько? О, бой повышен на один у Катины. Давай, Кен. Ну? Как же много у вас промахов, Кен и Эмилин. У вас же, блин, навыки эти ходовые. Че вы? Агрессивные животные. Ой, Кен, Кен, давай вот этого байте. Ага. Вот этих? Они разделились немножечко. Это нам на руку. А я че, убил, получается? Ваншот? И опять ваншот. А сейчас нет. Но, тем не менее, неплохо. Блин, че ты... О, раз, два, три, четыре. Стреляй с разворота. Перезаряжайся. Потом опять стреляй. Промах. Серьезно? Прямо промах? Давай вот в этого. Этого девчонки добьют сейчас. Ну? Этого давай. Да, девчонки добьют сейчас его. Так, еще кого-нибудь. Давай вот этого сюда. Сколько призвал? Одного. Нет, нифига не одного. Они просто долго думают, видимо. Промах. Давай сюда. Жалко не ваншот. Давай вот этого. Вот этого теперь. Перезаряжайся. Выстрел. Промах. Беда, бедовая, Кен. У тебя лучше всех развит навык боя. И ты занимаешься какой-то фигней. Постоянно мажешь. Агрессивные животные. Они прямо сейчас уже агрессивные? Уже нападение? Все, ребята, все. Сюда все идем. Я надеюсь, успеют они. Сколько их тут осталось? Раз. А как мне их теперь сосчитать? Он же всех здесь считает абсолютно. И живых, и не живых. Блин, ну, разработчики. Ну, это прям минус. Это прям дизлайк. Кен, давай с разворота выстрелишь. О, ваншот с разворота. Нормально. Ну и промах. Ясен пень. Че они делают, эти тараканы? Они же разрушат быстро, да, в теории, вот эту всю деревянную фигню. Сколько тут у нее хп? О, беда. Ракха, а ты че там с копьем у тебя вообще? Все хорошо? Ну-ка, давай-ка призвать, отозвать. Снарядить копье сейчас недееспособен. Снаряжай быстрее. Призывайся. И давай, помогай ребятам. А то у нас тут беда прям. Катина, 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 отходи сюда. Желательно вообще сюда. И издалека вот этих всех надо забить. Ракха там один с копьем, кое-как что-то пытается исполнить. Эмилин, отходи назад, попытайся с лука добить. Ракха, ты че там делаешь? Давай, давай, давай. О, здесь еще. Я катину в опасность, наоборот, вогнал. Ну. А они, естественно, через дырку пойдут. Ракха, ты че тормозишь? Короче, отозвать тебя? Фух. Мы пережили это нападение. 55 насекомых. День 8, 19 час. А Ракха в итоге копье так и не взял. Какой ты, Ракха, толстолоб. Просто слов нету. Короче, Кен, снаряжай копье. Как можно быстрее, катина, лечи себя. Потом бери бинты и лечи Эмилин ей хуже, чем Кену. Ой, Ракху не надо лечить, катина. Давай-ка вот сосредоточимся на тех, кто истекает кровью. Бери бинты. У Кена тут че вообще по укусам-то? Неглубокие укусы обработаны. Хорошо, катина, хорошо. Теперь бери бинты и Эмилин в первую очередь, чтобы хотя бы кровотечение остановить. А потом уже и всех остальных. У нее неглубокий укус. Раз, два, три. Нормально так у нее все стопы. Ой, все ноги. Да и стопы все. Ну как все? Всего две. Обе. Получается. Отлично, кровотечение прошло. О, вот эти вот неглубокие укусы. Кен, давай-ка лечи себя. Ракха, тоже лечи себя самостоятельно. Катина пока восполнит отдых кое-как. И ее подлечат. У нее тут что по здоровью-то? Неглубокий укус, но уже без кровотечения. Что не может не радовать. И покормить бы. Кто у нас тут самый бодрый из вас всех? У Эмилин отдых 100. Она самая бодрая. О, Кен. Кен сейчас себя долечит. И покормит всех лежачих. Да, я думаю. Нормальная идея. Корми, короче. Эмилин, а вы что пошли? А вы самостоятельно кушать пошли? Понятно. Катина, давай лечение Кена. Добьем. Все, это Ракха уже делает. А, нет. Ракха кормить его пошел. Ну. О, довольно долго. Катина, все, давай лечи Кена. Блин. И уже девятый день, соответственно, до двенадцатого уже минус один. Каким таким волшебным образом их, блин, 55 штук. Что мне нужно сделать, чтобы они выжили в следующей волне? Это же просто безумие какое-то. Короче, вот этих вот рептилоидов, насекомых, переростков, всех разделать нафиг. Так, пускай будет мясо, и пускай оно лежит здесь, перегнивает, пофигу на него. Нам нужны антибиотики срочно, нужны бинты, нужна ткань. Каким волшебным образом это все мы сейчас соберем, не знаю. Потому что до следующего нападения у нас три дня, нам нужны портификации какие-нибудь. И у нас при этом еще не изучено ни че, собственно, во. О, а как мы можем нападение-то вот этих вот засранцев нивелировать? А как мы можем? А как мы можем? А вот так мы можем выстроить вот эту всю фигню. Вот так вот забор продолжить вперед. Сделать там лабиринт. Открыть здесь проход. И в теории, глупые жуки пойдут, значит, на свободный вход через этот лабиринт. Если это, конечно, не пофиксили. А если пофиксили, все старания трехдневные до следующего нападения будут зря. Ремесло повышено до пяти. Ракха, молодец, большой. Несмотря на то, что немножечко с интеллектом проблемы. И что делать? Что делать, ребята? Надо думать. Ткань кончается, бинтов нет, брони нет никакой. Мы изучили вот эту всю фигню? Не изучили. Это все плохо. Это все плохо может кончиться. Но не паникуем. Отправляем кого-нибудь изучать вот это вот скрученное нечто. Далее. Что мы делаем? Мы воспользуемся гениальнейшим лайфхаком. И вот здесь вот мы изучим... Где оно? А, вот исследование уже у нас здесь. Основы строительства. Потом мы этот стол копируем. Ставим вот сюда. Ракха, что делаешь? Так, прошу прощения. В горле пересохла рака. Ракха эти у нас делает, да? Пики, пики, копья. Короче, Кен, забей на охоту с едой. Сейчас и так все будет в порядке. Котина будет исследовать. Эмилин, если что, разделает насекомых. Давай-ка ты изучай вот этот вот деревянный стол. После того, как Кен сделает этот научный стол, мы сразу... А он спать хочет? Да нет, Кен, у тебя отдых 90%. Давай изучай. Эмилин, кстати, тебя тоже касается. Изучая снова строительство. Вы вдвоем будете это делать? Эмилин, у тебя что по отдыху? 52%. А вот Эмилин можно было бы и поспать. Дерево у нас всего 116. Основы строительства. На камень у нас нет времени. А на что у нас есть время? На рубку ближайших деревьев. Срубить. Пальмы срубить. Котина вперед. Срубаем пальмы. Это нам нужно сейчас больше всего. Пальмы. 17 штук. Срубаем. И знаете, как сделаем? Мы, наверное, все-таки Эмилин отправим рубить. Срубить пальмы. Блин, жара. Опять этот сухой сезон непонятный. Температура снаружи 8 и выше, чем обычно в это время года. Ой. Во время этого бедствия. Посевы растут медленнее и начинают терять здоровье. Плохо. Плохо. Короче, Эмилин. На первой скорости иди руби. Котина. У тебя все с отдыхом хорошо, но ты возле кровати потрудишься у нас. Будешь вместе с Кеном изучать. А рак хочу. Он что-нибудь сделал? Он так и не доделал копья. Рака, рака. У тебя по отдыху как все. Давай копья. Делай копья. Это прямо очень надо. Бинтов уже 20 штук. Эмилин. Какой отдых? У тебя расслабление 80%. Руби пальмы. Мы опаздываем. Скоро 12 день. Если их 100 придет, мы вообще не выживем. А нам нужно хоть что-нибудь. Я уже не знаю, хочу ли я строиться здесь. Вообще. Я планирую сейчас план капкан. Рискую. Еще так пока что не делал. Но я хочу, короче. Сейчас я вам покажу, что я хочу. Оставлю пока что это в тайне. Ну, что там? Котина опять рубить пошла. Слушай, котина. Давай-ка мы тебе из действия уберем вот эту вот рубку. И изучение поставим пока что. Призвать, отозвать. Что пошла делать? Изучать. Все правильно. Эмилин занимается готовкой. Слушай, Эмилин. Перетащи-ка сырое мясо на стеллажи. У нас должно быть готово копье. Кен, ты что делаешь? Вооружайся копьем. Очень много ручного управления на безумной сложности игры. Это, конечно, необычная сложность, где можно медитативно наслаждаться. Но, тем не менее, не так уж это все и сложно. Достаточно просто немножко подумать. И выкрутиться из ситуации всегда представляется возможным. Кен, ты взял? Давай, изучай. Эмилин разделает мясо. А прежде чем она его... Хотя, пускай вот этих вот добьет. Вот этих вот уже не надо. Отменить. Переноси вот это все. Вот это вот что за летающая штука? Что за птеродактиль? Ох! Как только мы поставили первые посевы, уже пришли вот эти вот... Штуки. С хвостами. Что пришли? А ну идите отсюда. Ходят так, такие важные. Бум-по-бум. 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 Нормально. Один красный, другой желтый. Так это МНДМС получается. Парочка из МНДМС. Короче, ребята, мне сейчас не до вас. Вы, конечно, безумно интересные. Но прежде чем изучать местную флору и фауну полноценным образом, мне нужно хоть как-то отбиваться. Я думаю, вот в этой зоне я это буду делать. А что у нас по дереву? 166. Здесь какой процесс? 10. Понятно. Отменяем нафиг, а то не успеем. Десятый день, осталось два дня. Интересные дела. Кен. Нормально у тебя все по отдыху. Я думаю, зря ты начал. А по еде что у тебя? Вполне себе. Ты еще укладываешься. Вот котине нужно покушать. А потом отдохнуть. Поупражняться потом. Нормально. Поспать. Ракха. У тебя что, дел нет? У тебя все вполне себе. Давай копья делай. И еще одно копье. Эмилин, ты где? Давай копье снаряжай. У нас получается сейчас сколько копий? Эмилин, Кен. И все? Эмилин и Кен? Не успеваем. Это мало. Кен, давай заканчивай. Шикарно. Просто шикарно. Управление, действие. Рубка. Вот так вот все. В обратку меняем. Отправляем Кен. Ты что, будешь ремонтировать? Нормально. А потом что? Кушать и рубить, я так предполагаю, да? Нет исследований в очереди. Да я, блин, в курсе, что нет исследований в очереди. Двенадцатый день. Я так понимаю, будет день Х, потому что если пачка из ста, то это уже будет полноценное такое фиаско. Я еще не помню, забираются ли... Да, забираются на фундамент насекомые. Не есть хорошо. Здание. Пол. Деревянный мы можем. А можем, кстати, и из сена сделать. Короче, берем камень. Неровная местность. В смысле, она прям настолько неровная? А что за печаль беда? Я рассчитывал на то, что... Животные вот здесь не пройдут. А здесь что? Вот здесь точно не пройдут уже. Так, выбираем, короче, здание. Пол. Деревянный. Да, вот здесь вполне себе. Я так чувствую, это единственное место. А вот мы... О! Ребята! Да ладно! Серьезно? Я даже вот на этом кусочке смогу застроиться. Ну, это прям... Это прямо лайк. Сейчас мы эксплуатируем эту местность на карте. Правда, это далеко. А с этой стороны что? Мы можем так? А мы и с этой стороны так можем. Правда, вот здесь проблемно будет, да? Нет? Так. Замечательно. А мосты мы можем какие-нибудь строить? По-моему, нету. Нет, не можем. Короче. План-барабан или идея-фикс. Строим вот так вот мост. Слушайте. Ну-ка. Если я Кена отправлю сюда построить, недостаточный уровень навыка? Серьезно? Кен, ты чё? Активность не назначена. Давайте Ракху. Ракху-раку назначим. Вернем. Строит пол. Ракха пошел, короче. Сейчас вот эти вот деревья, они еще срубят. Будет неплохо. Слушайте, ребята, а вы не хотите на всякий случай вот так? Сюда, короче, сносить вот это все дерево? Ну так, на всякий случай. А ну? Если Ракха может сюда пройти? Может же? Может. Хорошо. Соответственно. Где у нас тут? Эх, здание. Пол. Короче, копировать. Вот до сих пор мы можем это строить. Но я так подозреваю, 108 палок настолько много. Короче, я так подозреваю, что вот если мы где-нибудь... Пускай вот эта вот история вся будет деревянной. Копируем и небольшую делаем такую прихожую, да? Вот здесь на 3 единички. И вот здесь на 3 единички. Чтобы что? Чтобы проход сюда... Ну, мы вот так вот его впоследствии расширим. А дальше будем камень делать. И где-нибудь вот здесь... Так, хранилище, склад. Раз, два, три. Да. И вот этот вот склад, как бы нам выделить его... Отменить палки. Нет, нам здесь нужна древесина только. Потому что мостик у нас будет деревянный. А можем мы, кстати, еще вот так вот. Здание, лестница, дерево. Доступ затруднем. Короче, можем, но предварительно. Рака, что ты спать идешь у тебя? Прям совсем беда. Да. У раки совсем беда. Вот это мы отменяем. Пускай сразу носит дерево и сразу здесь вот склад небольшой делает. Кстати. А небольшой... Мы не можем, да, сделать? Да. Неровная местность пишет. Эх, жалко. Жалко. Я хотел, знаете, как... Хотел... Вот там вот по днищу пустить еще один фундамент и стеной нижний фундамент обнести, чтобы здесь у нас получился такой небольшой, как бы, ну, пол стены, грубо говоря. Да. Ракха строит. Ракха рубит. Ракха молодец, да? Кен строит. Ракха что-то рубить стал. Прям так вот тебе это надо? 21 час. Да вполне себе укладываемся. Че там, девочки переносят лес потихоньку. Я думал, парился, где ставить первый дом, а оно оказывается вон че. Гавайи тут себе устроим. Ну, по возможности, хотя бы какие-нибудь. И желательно каменные. Просто мне не очень нравится, если тут фундамент весь будет деревянный. Хотя у нас вроде в доступности еще дерево осталось. Здесь вот кусочки. Здесь кусочки. Здесь кусочки. Ну, более-менее. Ну-ка. Да, жалко, вот сюда дерево потратил, хотя оно у нас и спасло. Но я не видел, что у нас там вот есть. Ракха, не знаешь, что делать? Отдых у тебя в порядке? Иди строй. Местность расчищается. Местность расчищается. Вы что делаете? Вы собираетесь что-то носить? Куда? Вы за посевами все-таки пришли, да, МНДМС? Ух, я за вами наблюдаю. Кен бездействует? Че это? Обалдел, что ли? Давай, иди руби. Срубить. Кен бездействует. Все равно бездействует. Почему? Местность расчищается. Что бы это значило? Кен призвать, иди сюда. Тут ближайший Катина. Призвать, иди сюда. Они дальше не могут, да? Не могут. Отозвать. Перетащить древесину. Нет доступного хранилища. Чего? Как нет доступного хранилища? Здесь же вот оно. Ух, засранцы. Странцы. Хранилища. Склад. Фильтры. Отменить все. Древесина. Катина. Строй. Давай. Ну че, нашелся склад сразу, да? Перенесла. Давай еще. Перетащить. Эмилин. Серьезно? Вот они вот так вот будут ходить? Перетаскивать? Да, искусственный интеллект, конечно, бомбовый. Бомбовый. Ну, котину мы можем назначить на срубить гигантскую траву? Не можем. Она переносит. А Эмилин че? Срубить гигантская трава. Невозможно ее здесь срубить. Кен. Отдых 9. 21. 12. Да, вам всем нужно отдохнуть и поспать. Уже 11 день, 12 час, ребята. Мы сейчас профукаем все, что вообще есть. Давайте, отсыпайтесь потихоньку. Нужно хотя бы вот этот вот кусочек построить. Хотя бы его, чтобы на нем можно было стоять. сломать какой-нибудь вот этот вот кусок. Я надеюсь, что монстры сюда не дойдут. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Короче, рака. Все, хватит филонить. До 12 дня местность расчищается. Так я дуратек. Вот так вот это надо сделать. Серьезно. Копировать. Ставить. Ракха. Строить. Кен. Кен не может. Вот это снести. Кен. Можешь сносить хотя бы. И лестницу тоже сносить. Вот это вот отменить. Гигантская трава срезать, отменить. А, и вот это вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отменить. Раз, два, отменить. Здесь получается три. Копировать. Вот так. Сейчас должно получиться. Должно. Ну-ка, высокая трава. Отменить приказы. Кен строит пол. Ракха. Че пошел? Лестницу строить. Дерево взял оттуда. А не отсюда. Странное вообще решение. Кен, че ты там переносишь что-то? Давай. Давай быстрей. Сейчас одиннадцатый день начнется. Мы сейчас влипнем по самые помидоры. Ракха, не останавливайся. Я тебя прошу. Доедает предыдущее блюдо. Отдых 15%. Ой, сейчас влипнем мы с этим планом барабаном. Короче. Котина переносит что-то. Сюда хоть. Такие дела с вами, конечно. Кашу варить. Это то еще счастье. Древесину убираем. Че у нас по стройке вообще у людей? Только у... Где тут? Стройка. 5, 1, 0, 0. Короче, Ракха только может строить. Ну и ладно, пускай. Ничего страшного. Сейчас мы тут вырулим из этой ситуевины. Двенадцатый день. Час первый. Начало двенадцатого дня. Он же судный. Понятия не имею, че сейчас придет. Если во второй раз пришло. 50, блин, человек. Сколько перейдет? Придет во второй раз. Да и уже и по хронометражу мы не укладываемся. Давайте, наверное, оставим этот день икс на следующую серию. Хе-хе-хе. Всем спасибо за просмотр. До встречи в новых сериях по выживанию в Stranded Alien Dawn. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте фидбэк в комментариях. Увидимся. Всем вкусного чая и добра!